Друзья, всем привет! Героиня нашего сегодняшнего обзора – фитнес-тренер из США Кэти Соньер. Эта улыбчивая, высокая девушка, ее рост 183 см, с худощавым скульптурным телосложением, достигла больших успехов в своей сфере. Ее интенсивные методы тренировок действительно позволяют обычным людям менять свои тела к лучшему. С достижениями в фитнесе Кэти пришла и слава в соцсетях. Сейчас на ее аккаунт в Инстаграме подписано более 420 тысяч человек. Кэти Соньер появилась на свет 23 октября 1993 года. В старших классах школы она занималась гимнастикой, а также играла в лакросс. В США и Канаде это достаточно популярный вид спорта. Будучи подростком, она была недовольна своей внешностью, в частности, ей не нравился ее высокий рост. И вообще, ее самооценка в этот период была очень низкой. Но Кэти нашла выход. Она стала заниматься в тренажерном зале, постепенно наращивая силу и меняя в лучшую сторону свою физическую форму. Кэти достаточно быстро добилась прогресса, и вскоре фитнес стал занимать важное место в ее жизни. Интересно, но на тот момент она уже училась в колледже, и в конечном счете именно увлечение фитнесом побудила ее на то, чтобы перевестись с экономической специальности на прикладную психологию и кинезиологию. Кинезиология – это, если кто не знает, дисциплина и следующие нейрофизиологические и рефлекторные механизмы человеческих движений, а также взаимосвязь между внутренними органами и группами мышц. Знания в области кинезиологии, безусловно, очень помогают Кэти сегодня в ее тренерской работе. Фитнес-атлетка регулярно демонстрирует, как она тренируется на своих страничках в соцсетях. Так, допустим, в ее инстаграме есть видео, где она делает семь подтягиваний с блином от штанги, зажатым между ног. А для нижней части тела она применяет, например, такие упражнения, как становая тяга на одной ноге, махи гирями одной рукой, приседания с выпрыгиванием и стойки на руках. Также Кэти Соньер большое значение придает такому параметру, как гибкость. Она говорит, когда вы развиваете свою гибкость, диапазон ваших движений увеличивается. А это значит, что вы можете двигаться наиболее оптимальным образом. И в результате у вас появляется больше возможностей для прогресса и наращивания мышечной массы. Плюс ко всему это снижает риск травмы. Разумеется, Кэти, как и любая фитнес-модель, следит за своим питанием. Она предпочитает еду, в которой есть источники постного белка, сложных углеводов и полезных жиров. Обязательным элементом ее рациона также являются различные фрукты и овощи. И вообще, Кэти считает, что поднятие тяжестей – это самая вдохновляющая вещь на свете. Это учит человека дисциплине, целеустремленности, независимости и трудолюбию. Это учит вас, как преодолевать ежедневное трудности, уверена фитнес-атлетка. С другой стороны, она подчеркивает, ваше психическое и физическое здоровье всегда будет важнее, чем процент жира в вашем организме. Это значит, что даже к тренировкам не стоит относиться слишком уж серьезно. Сейчас Кэти живет в американском штате Флорида, в Майами. Здесь же находится ее собственный тренажерный зал. В этом зале с Кэти Соньер можно позаниматься лично в составе небольшой группы, а для остальных открыто онлайн обучение с Кэти и другими членами ее команды. На ее веб-сайте можно купить месячные, шестимесячные или годовые курсы.